Здравствуйте! Итак, первое и самое важное. Все прекрасно понимаете, что количество ранений, травм и прочих механических деформаций человеческих тел на текущий момент огромное количество и их число будет только расти. Следующим этапом развития нашего общества будет постепенное уменьшение количества поступлений различных медицинских препаратов, дальнейшие, соответственно, жалобы, что там чего-то не хватает, здесь чего-то не хватает. Это стандартный сценарий, примерно об этом мы с вами разговаривали год назад, видео доступно на канале от 7 апреля прошлого года, то есть как подходит конец технологической эры нашей. Вот, то есть чтобы, скажем так, это было не столь болезненно, мы сейчас можем свободно применить при данных механических проблемах текущую технологию. Мною было предложено для компании Yukon поставить абсолютно бесплатно в клинике, где проходят лечение наши мужики, аппараты Employit, поскольку они разрешены для использования в медицинских учреждениях, абсолютно бесплатно на основе, чтобы, называется, что им просто валяться на кровати, они в два-три раза быстрее просто выздоровеют и все. Как оказалось, не так это все просто. Никто не понимает о чем речь, никто на себя естественно никаких обязательств, ничего взять вообще не может, то есть даже принять практически не могут и в связи с чем получается, что Yukon готов до сотни даже аппаратов поставить в клиники, чтобы не было проблем с механическими травмами. Если коротко напомню, еще три или четыре года назад я говорил, что один из частных хирургов проверял, который постоянно оперирует, воздействие буквально 15-30 минут катушками после непосредственной операции. За год у него не было ни одного осложнения после непосредственного вмешательства в организм. То есть, как он мне сказал, говорит, такого в моей большой практике никогда не было, потому что всегда есть какие-то обострения, абсцессы, загноения и так далее. Здесь этого ничего не было. Из реальной статистики, за фактически пять с лишним лет применения технологии уже точно известно. Свежие травмы, различные переломы значительно быстрее, в два-три раза могут срастаться, восстанавливаться ткани, практически без рубцовых тканей. Костные ткани срастаются так, что через пару месяцев на рентгене может быть не видно даже места перелома. И все это проходит в достаточно интенсивном и облегченном режиме для организма. Аппаратура просто усиливает фактически электрическое поле организма и позволяет восстановить ту изначальную структуру, которая была до механической деформации, так как механическая деформация не является повреждением нашего электрического вихревого тела. Поэтому усиление и стабилизация вихревого тела ведет в обратную сторону, к более быстрому восстановлению механического. Предыдущее мое медицинское видео тоже не было пустым. Я оставлю в первом комментарии большой отзыв женщины, которая фактически спасла себе жизнь, посмотрев данное видео и предыдущее тоже. Отзыв будет подробнейший, сами сможете все ознакомиться. То есть то, что касается медицины, вот по именно вот этому моменту, даже если медперсонал не имеет представление, как это работает и что нужно делать. Самая простейшая инструкция, как я всегда говорил, включить аппарат, использовать, выключить. Здесь не требуется ничего, никаких любых знаний. Проведена операция, спокойно дали человеку, он положил на проблемное место катушечку, с ней полежал полчасика, выключил. Можно там два раза в день, три раза в день, все зависит от того, сколько он пожелает и как он себя будет после воздействия чувствовать. Проблем особых никаких с этим не будет. Восстановление организма произойдет реально в разы быстрее. То же самое касается непосредственно применения где-то уже не в стационаре, а даже для активного пользования, давайте так назовем. Я вынужден говорить совершенно другими словами, потому что сами понимаете, сейчас нельзя многие фразы даже говорить. То есть в походе, скажем так, те же самые там портативные созданные аппараты, ТБС-4, которые работают как пауэрбанк от аккумулятора, могут быть даже пауэрбанком, закинули в кармашек и пошли, воспользовались в любое время. То есть он вам спокойно подвосстановит, скажем так, здоровье, то есть те или иные проблемы. До 90 процентов проблем можно убрать с помощью плавного применения данными технологиями. Я думаю, что до 80 с лишним процентов лекарств вообще не понадобится при применении опять же данной технологии, по той причине, что не будет лишних никаких осложнений и не потребуется вообще эти препараты. Поэтому развитие в этом направлении сейчас зависит только от непосредственно вас и в текущей ситуации здесь никто на это повлиять не может. Стандартный путь, конечно, да, он всегда шёл таким способом, то есть мы теряем текущую структуру, как это всё было организовано, мы начинаем много плакаться, что теперь этого здесь не хватает, этого у нас нет, вот мы теперь начинаем гибнуть от нехватка вот этого, а вместо этого можно было просто применить всё готовое, которое у нас было под руками и эти бы, скажем так, недостатки просто нам не нужны были бы вообще того, чего у нас не было. Теперь ещё поступили много вопросов по поводу, ну прямым текстом скажу, подделок данных аппаратов. Насколько я знаю, да, где-то выпускались, особенно в Украине, есть такие моменты. Есть у нас огромный комплекс проблем, связанных с полным вообще непониманием, невосприятием действительности окружающим нашим обществом. Но, к сожалению, почему-то им вынуждены использовать мои технологии вот в том виде, как я разработал. Единственное, с изменением параметров, то есть параметры, которые сформулированы и применяются в тех приборах в ТГС, которые, это единственные приборы, которые я курирую непосредственно, они фактически выведены ещё более чем 100 лет назад и на тех же самых медицинских выставках там 1906-1908 годов, они были отмечены всеми такими же поощрениями, как и в текущий момент, то есть мы видим их очень хорошую работу. Изменение этих параметров не приведёт ни к чему хорошему. Это примерно то же самое, что, ну вот, у нас много людей курят, но вы же порции никотин потребляете, а если вы увеличите порцию десятикратно, фактически может быть остановка сердца. Та же самая ситуация наблюдается с изменением параметров рабочих образцов, то есть некоторые вот эти вот моменты связаны с резкими негативными отзывами, с обострениями, с какими-то очень сильными, с проблемами, чаще всего связаны с искажением рабочих параметров практически безопасной технологии. То есть то, что касается катушек, емкостных, там подделывать особо нечего, два провода, они как работали, они так и работают, наверно там работают, хотя я не проверял и не интересно в данном случае это, это на вопросе совести данных людей.